МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нас встречают дважды и как прийти в форму после праздников? Что такое калятки и где сегодня летают змеи? А также приготовим вкусный завтрак, посмотрим мультфильм, послушаем хорошую музыку. В общем, в ближайший час постараемся зарядить вас энергией на весь день. Доброе утро! Старый Новый год. В народе ходит шутка, что его придумали, чтобы доесть все салаты и колбасу, оставшиеся после обычного Нового года. Вполне верю, потому что многие хозяйки столько готовят к празднику, что можно накормить всех гостей очень долго. Правда, не уверена, что это безопасно для желудка. Риск стопроцентный. Так что, если на столе оливье, задумайтесь. А лучше принюхайтесь. Ну, шутки шутками, а впереди кулинарная рубрика. Легкий, полезный и свежий завтрак от нашего шеф-повара. Доброе утро! Специально для вас сегодня я приготовлю зимний напиток, который называется апельсиновый пунш. Для этого мне понадобится 100 граммов апельсинового фреша, 100 граммов белого сухого вина, грамм 50 натурального меда, корица, сахар и грамм 20 бакарди. Значит, все ингредиенты по очереди я смешаю в одном сосуде. Сначала я вылью туда мед. Затем грамм 20 бакарди, 100 грамм белого сухого вина и апельсиновый фреш. Насыплю туда буквально пару столовых ложек сахара. Теперь все эти ингредиенты я доведу до кипения с помощью кофемашины. Подавать я его буду в специальном стакане, который называется ариш. Сверху пунш я посыплю корицей. Напиток готов. Будьте здоровы. Старый Новый год. Такое может быть только у нас. Да, словосочетание непереводимое ни на один язык мира. Одному иностранцу правильно кто-то ответил. У нас это означает контрольный Новый год. Это как? Ну, чтобы точно знать, что он наступил. А вот откуда появилась традиция праздновать Старый Новый год, расскажет Ирина Гуско. Традиция отмечать Старый Новый год идет от расхождения юлианского календаря старого стиля и грегорианского календаря, по которому сейчас живет практически весь мир. Различие календарей в 20-21 веках составляет 13 дней. Старый Новый год – это редкий исторический феномен, дополнительный праздник, который появился, когда сменилось летое счисление. Из-за данной разницы календарей мы отмечаем два Новых года по старому и новому стилю. Таким образом, в ночь с 13 на 14 января каждый может позволить себе допраздновать самый любимый праздник. Ведь для многих верующих людей Старый Новый год имеет особое значение, поскольку от души отпраздновать его и попробовать все любимые блюда они могут лишь после окончания рождественского поста. Интересно, что разница между юлианским и грегорианским календарями увеличивается каждое столетие. Каждый високосный год, оканчивающийся на нули, увеличивает разницу нового и старого стилей на один день. Поэтому в 18 веке разница составляла 11 дней, в 19 веке – 12 дней. А вот и в 20-х и в 21-х веках разница одна и та же – 13 дней, поскольку 2000 год был високосным. Она увеличится только в 22 веке до 14 дней, затем в 23-м до 15-ти и так далее. Поэтому с 2101 года Рождество и Старый Новый Год будут отмечаться на день позже. Сегодня из года в год популярность Старого Нового Года только растет. Все больше людей относятся к нему как к самостоятельному празднику, который продлевает очарование новогодних дней. Этот праздник более спокойный, ему не свойственна суета, которая является неизбежным спутником новогодних торжеств. Щедрый вечер – так называется вечер в канун Старого Нового Года. В этот день начинают готовить вторую обрядовую кутью – щедрую. Кроме того, хозяйки пекут блины, готовят пироги, вареники и еще много чего вкусного, чтобы отблагодарить посевающих. Вечером и до полуночи щедрующие обходят дома. По давней традиции, новогодние обходы посевающих, как и рождественских калитующих, происходят после заката солнца, то есть тогда, когда владычествует всякая нечистая сила. А на следующий день на рассвете идут посевать зерном. Сначала по традиции к крестным, затем и к другим родственникам и близким. Зайдя в дом, посевающий сеет и приветствует всех с Новым Годом. Первый, кто посеет, приносит в дом счастье. Кстати, оказывается, по народным верованиям девушки счастье не приносят. Поэтому лучше, чтобы вас посевали только представители мужского пола. Мне кажется, сейчас самое время поздравить всех друзей, близких, родственников, знакомых с наступившим Старым Новым Годом. И еще раз пожелать всем-всем здоровья, счастья, любви и благополучия. В Новом Году. Сделать это можно легко. Отправляйте свои сообщения и поздравления на короткий номер 1, 2, 3. И все ваши добрые смс-ки обязательно выйдут в эфир. Доброе утро! Новый Год мы уже отметили, и, казалось бы, можно вздохнуть с облегчением. Но не тут-то было. Впереди еще Старый Новый Год, который тоже нужно отметить как следует. Как отмечают Старый Новый Год в других странах? И считают ли его вообще за праздник? Сегодня об этом мы поговорим с экспертом по туризму Верой Гальченко. Доброе утро! Доброе утро! Вера, расскажите, пожалуйста, в каких странах празднует Старый Новый Год и вообще празднуют ли его так же, как у нас? Старый Новый Год принято отмечать во многих странах, которые были членами СНГ и выходцы из Советского Союза. Но помимо этого, неофициально он также отмечается и в европейских странах, что, к моему удивлению, тоже мне было интересно узнать. Например, в той же Румынии наши соседки, но не с таким размахом в узком кругу семьи. В Греции, в Македонии, в Сербии, в Словакии. То есть Старый Новый Год неофициально отмечается, подаются те же блюда, явства в кругу семьи, собираются, поздравляют друг друга, дарят подарки. Но не с таким, естественно, размахом, но тем не менее этот праздник очень любят. И наши туристы, допустим, отправляются в путешествия, они с радостью обнаруживают, что их традиции также там знают, тоже Турция и во многих странах. И почитают эту традицию, приветствуют их, также организуют вечера, организуют гала-ужины, то есть это очень-очень распространено. Традиция действительно очень интересная. В нашей стране, в большой стране, в которой мы все жили, она началась после 1918 года, когда произошла смена календаря, смена лета исчисления. И с тех пор ежегодно мы с радостью отмечаем и Новый год, и Рождество, и Старый Новый год. Также на Старый Новый год принято гадать, принято календовать. То есть сегодня очень многие будут ходить, поздравлять, и сеять, посевать, и просить какие-то угощения от жителей города, от жителей Приднестровья в целом. То есть традиция очень действительно интересная, и праздники наш народ любит, хотя он официально не является выходным днём, но тем не менее все отмечают с удовольствием. Вот как раз по поводу выходных дней. Официально их нет, а это значит, что традиция Старого Нового года вымирает и у нас в стране, казалось бы, в той, в которой она собственно зародилась. Как вы относитесь и ваша семья к этому празднику? Отмечаете как-то или всё-таки придерживаетесь тех же мнений и традиций? Мне кажется, в нашей стране эта традиция никогда не умрёт. Не важно, выходной это, день не выходной. Наши люди любят очень праздники. Если они знают, что есть такой праздник Старый Новый год, то они всегда его будут отмечать, в том числе и в нашей семье. Вот вообще странно, Новый год с 31-го, первое, да, и всё, и казалось бы, он должен был наступить. Но нет, получается, только с 10-го числа он вступает в силу. Мы не с таким размахом отмечаем уже Старый Новый год, однако мы к нему готовимся и очень любим в кругу семьи встретить его, посидеть, поздравить друг друга, отметить, посмотреть телевизионные программы и потом с хорошим настроением на следующий день отправиться на работу, если это рабочий день. Вы наверняка отдыхали не раз в разных странах и, наверное, приходилось всё-таки объяснять иностранцам, что такое Старый Новый год. Как вы это делали? Да, естественно, многим иностранцам это немножко дико. Вот страны я перечислила, некоторые, но это лишь малая толика стран, где действительно эта традиция поддерживается. Но во многих странах, естественно, в тех же европейских, хоть мы немножко и отметили, что отмечается, но для них и для американцев в частности это очень звучит Old New Year, как на английском звучит. Для них это звучит очень странно, дико, и объяснить им порой действительно очень это всё сложно. Нужно начинать издалека, с истории, действительно, когда зарождалась эта традиция, потому что они знают Рождество католическое, знают Новый год, то есть даже православное Рождество для них это немножко уже другой праздник, неведомый, какой-то чужой. Я объясняла о том, что традиционно менялся календарь, что у нас люди в принципе любят праздники, что любят отмечать, любят гулять, веселиться, поздравлять друг друга, желать счастья, здоровья в Новом году. И в принципе, да, потом, естественно, они принимали это к сведению и знали для себя, что вот есть другие традиции, помимо их общепринятых. Приходилось ли вам отмечать Старый Новый год вместе со своими знакомыми или друзьями, которые являются иностранцами уже здесь у нас в стране и как они к этому относятся? Конечно, конечно. Я хочу отметить, что во многих странах Новый год наступает гораздо позже. И в марте, например, в Афганистане, в Иране, в апреле, в том же Таиланде, в Индии он отмечается и летом, и осенью, в Израиле он отмечается в сентябре. То есть, если взять все традиции в разных странах, то отмечается круглый год, и можно вот так путешествовать, путешествовать и отмечать круглогодичный Новый год по миру, если есть желание и возможности. Спасибо вам огромное, Вера, за интересную беседу. А я хотела бы добавить, что неважно, где, с кем и когда вы находитесь, традиции нужно соблюдать. Так что удачи и с праздником! 14 января, четвертые лунные сутки. Символ дерева, познания. Это день самоанализа и воспоминаний, осознание себя как личности. День благоприятен для уединения и обдумывания своих планов. Сегодня хорошо побыть на природе, погулять в лесу. Это если вы не боитесь морозов. День благоприятен для поиска пропавших вещей. Можно также заняться повседневными делами, привести в порядок бумаги, например. Можно. День хорош также для торговой деятельности, так как именно в это время возрастает дипломатичность и склонность к риску. Однако нужно стараться не принимать скоропалительных решений. Ну а что нам солят солнце и звезды в нашей постоянной рубрике «Ежедневный гороскоп». Овнам звезды советуют не торопиться что-либо менять в обстановке квартиры, а также с другими глобальными начинаниями. Для сегодняшнего дня больше подойдут тихие и незамысловатые хозяйственные дела или просто задушевная и ни к чему не обязывающая беседа со своими домочадцами. День может сложиться очень удачно. На сегодня у тельцов вы настроены оптимистично и доброжелательно, даже если не все идет так, как хотелось бы. Сохраняете душевное равновесие. Возрастает творческий потенциал, у многих тельцов появляются отличные идеи. Удачными будут и эксперименты с имиджем. У близнецов сегодня очень благоприятный день для работы. Возможны грандиозные успехи в профессиональной сфере. Сделки, которые вы заключаете в этот день, удачны. Не всегда приходится иметь дело с приятными людьми, но в любом случае сотрудничество оказывается эффективным и плодотворным. День раков сегодня удачен с финансовой точки зрения. Возможны значительные денежные поступления или ценные подарки. Не исключено даже начало романтических отношений. Этот день благоприятен сегодня и у львов, и во многом потому, что вы поступаете исключительно благоразумно и принимаете верные решения. Осторожность помогает избежать ошибок, к совершению которых вас попытаются подтолкнуть недоброжелатели. У дев сегодня есть шанс достичь успеха, воспользовавшись какими-то давно приобретенными знаниями и навыками. Накопленный жизненный опыт дает вам огромное преимущество над соперниками и конкурентами. Весов сегодняшний день порадует переменами к лучшему в сфере личных отношений. В отношениях с близкими царит гармония, вы хорошо понимаете тех, кого любите. Влюбленные очень хорошо проводят время, наслаждаются обществом друг друга. Скорпионы обожают все новое. Сегодня вы будете преисполнены кипучей креативной энергией, которая позволит вам произвести на свет множество новаторских идей и положить начало какому-нибудь новому популярному тренду. День стрельцов сегодня насыщен эмоциями, часто неоправданно сильными. Вы идете на поводу у своих желаний, что ведет к расточительности. Вашей щедростью могут воспользоваться мошенники. Оказывайте помощь только тем, кто действительно в ней нуждается. Интересный и многообещающий день сегодня у козерогов. Особенно значительные события могут произойти в сфере личных отношений. Тут вероятны перемены, на которые вы раньше и рассчитывать не могли. На плечи водолеев сегодня ложится серьезная ответственность. Вам предстоит принять непростое решение. Вы спокойно взвешиваете все за и против, не поддаетесь на провокации и никому не позволяете манипулировать вами. Благоприятный день для деловых и личных контактов сегодня у рыб. Вам удается показать себя с лучшей стороны. Безграничное личное обаяние помогает вам найти новых союзников и заручиться поддержкой влиятельных людей. Готовясь к встрече Нового Года принято убирать дом и избавляться от ненужных старых вещей, чтобы оставить в прошлом все невзгоды и трудности. Очень полезная примета, чистота, залог здоровья, как говорится, но вот старые вещи, мне кажется, сразу отправлять в мусорный контейнер не стоит. То есть предлагаешь копить их и в Плюшкино превращаться. Но зачем сразу в Плюшкино? Есть много хороших идей, как вдохнуть новую жизнь в, казалось бы, иногда бесполезные вещи. Точно, новогоднюю елку из потертых джинс я ведь смог смастерить. А что можно сделать из ненужных баночек, знает Александра Шипилова. Наверняка у каждого дома найдутся старые банки или бутылки необычной формы. Конечно, в них можно хранить цепучие продукты или что-то еще. Но сегодня мы подарим им новую жизнь и сделаем из них вазы. Для работы нам понадобятся чистые и обезжиренные баночки или бутылки, клей, ножницы, акриловые краски, ленты, кружево, обрезки ткани, искусственные цветы, даже рукав от старого свитера подойдет. В общем, используйте все, что вам нравится. Мы будем делать баночку-подсвечник и вазу. Сначала покроем нашу бутылку краской. Я выбрала бронзовую, она лучше сочетается с цветом стекла. Наносим ее губкой на основание и горлышко тонким слоем, чтобы добиться матового эффекта. Пока краска на бутылке будет подсыхать, мы сделаем подсвечник. Для этого возьмем часть рукава от свитера и банку для основы. Длина должна быть такой, чтобы закрыть ее низ. Надев рукав, сшиваем его на дне, а для декора используем ленту и страз в форме сердца. Затем подвязываем горлышко банки и приклеиваем сердечко. Наш подсвечник готов. К этому времени краска высохла и можно приступать к декору. Ваза будет выполнена в винтажном стиле, поэтому я буду использовать обрезки льняной ткани, состаренное кружево и искусственные цветы. На дно и горлышко бутылки приклеиваем ткань и кружево. Затем нижнюю часть вазы украсим цветами. Лучше всего сначала продумать, как она будет располагаться и только потом приклеивать. Чтобы уравновесить всю композицию, верхнюю часть украшаем одним цветком. У меня получилась вот такая романтичная винтажная ваза. Надеюсь, что и у вас тоже получится, хотя декор может быть самым разнообразным. Они станут отличным дополнением интерьера и создадут уютную атмосферу. Свечи бывают разные. Черные, белые, красные. Ну не смейся, они даже бывают ароматические, кстати. Свечи были изобретены очень давно, но долгое время применялись лишь в домах богатых людей и стоили очень дорого. Прототипом свечи является чаша, наполненная маслом или жиром с щепкой в качестве фитиля. Первые современные конструкции свечей появились в Средневековье и изготавливались из жира или воска. Чтобы светить большое помещение, требовались сотни свечей, не чадили, черня потолки и стены. Ну представляешь, как часто им надо было делать ремонт. Прогресс, как всегда, спас всех, когда из нефти научились делать парафин. Правда, случилось это уже ближе к началу 20 века. Такие свечи уже не коптили, практически не имели запаха. О многообразии свечей следующий сюжет. В далекие времена главный источник света сегодня декоративное украшение. Свечи с момента их появления прошли огромный путь. Сегодняшние свечи это символ праздника. Они помогают создать романтическую обстановку, успокаивают. Зажженный фитилек приносит с собой в дом комфорт и уют. Наверное, именно поэтому они неотъемлемая часть декора. Каждый может выбрать для себя что-то особенное. Есть и совсем необычные представители среди декоративного семейства. Это интерьерная напольная свеча. Горит она 880 часов. Высота ее метр десять. Зачем она нужна? Подчеркнуть интерьер, создать приятную обстановку, показать свой вкус. Согласно несложным подсчетам, такие свечи будут согревать ваш дом больше месяца и станут прекрасным украшением вашего интерьера. Однако сегодня сложно удивить свечами разных форм, цветов и размеров. А вот про светодиодные свечи наверняка слышали далеко не все. Это необычное изобретение становится все более популярным. И это неудивительно. Это светодиодная свеча. Чем она отличается от обычной? Внутри механизм специальный и возле фитиля закреплен светодиод. Как только начинает фитиль гореть, нагреваться, она начинает мерцать снизу вверх постепенно светится. Еще лучше будет видно в темноте, как она светится. Такие свечи могут гореть разными цветами. Их необычное мерцание обязательно порадует вас. Как ни странно, но свечи могут служить не только источником света, но и создавать прекрасный аромат. Ароматизированные свечи это отличный способ очистить воздух в помещении, насытить его приятными запахами, создать особую таинственную атмосферу. На сегодняшний день существует очень большое разнообразие ароматических свечей и их видов. В стаканах, в баночках с разными запахами, расслабляющие, цитрусовые, фруктовые. Всего этого разнообразия каждый сможет выбрать на свой вкус. то есть если вам нужно на кухню, которая перебивает кухонные запахи, тоже есть большое разнообразие. Есть которые просто освежают помещение, легкие запахи, непринужденные. Есть более специфические, корица и так далее. Как бы на любителя. Человек придет и сам выберет то, что его интересует. Еще более удивительным кажется то, что свечи могут приносить пользу нашему здоровью. Для этого их нужно поместить в специальный солевой подсвечник. Это солевой подсвечник. Он сделан из настоящей каменной соли. Зачем он нужен? Это лечебный подсвечник. При зажигании свеча горит, он начинает нагреваться, он испаряет свою соль, то есть производит лечебное воздействие на человека. При простуде, при головной боли, просто следует, можно его поджечь просто в комнате. Главное, чтобы помещение было закрыто. Если вы уже определились, какие именно свечи украсят ваш дом, то советуем вам обратить внимание еще на один немаловажный момент. При выборе свечи все-таки лучше остановиться на таких изготовителях, как Польша и Украина. Польша использует стеариновые свечи. Чем лучше стеарин? Он не течет, не плавится, не коптит. Обязательно зажгите дома маленький фитилек любимой свечи. Слабый огонек принесет с собой тепло и уют, заставит забыть о проблемах и просто будет радовать вас своим мягким свечением. На днях на звонок у дверь открываю, стоит малышка под мышкой книжка. Из порога без здравствуйте или можно начинает петь колядку. Запинается, краснеет, подглядывает в книжку и продолжает дальше. И я понимаю, колядка-то у нее очень длинная. И пока она ее всю не споет, не остановится. А с кухни уже начинает пахнуть горелым. Хватия все равно люблю. Ты тоже ходишь с книжкой и колядки поешь? Нет, я предпочитаю смотреть. Этой традиции уже много лет и соблюдают ее беспрекословно. Здесь, в селе Парканы, каледуют с Рождества по Старый Новый Год и взрослые и дети ряженые ходят по дворам с набором колядок. Встречают их приветливо, угощая снадобьями и осыпая деньгами. Я ничего не открою нового, если скажу, что это очень древние обычаи. У славян особенно, ну и у славян. Ну а в селе, ну и до меня, я не парканская, и до меня ходили, и давно ходили. То есть, говорили, идем на козы с козой ходили. Это болгарские, не только болгарские обычаи, украинские, русские. И, ну, лично я уже хожу, наверное, не знаю, лет пять. Ну, конечно, ходит молодежь, но просто интересно и очень весело встретиться еще раз, поздравить людей с праздником, пожелать всего хорошего. После череды выступлений хозяева тоже радуют гостей песнями, а затем всех приглашают за стол. Но помимо этой традиции есть еще одна. Она тоже приурочена к Старому Новому году. По традиции нашей, парканской, на сегодняшний день печется баница. Баница печется ложная, не крученная баница, а ложная. Доходишь до середины, ставишь в середине копеечки. Мелочь будет, это дом хозяйки, колос будет, хлеб, и потом остальные деревья, сколько есть во дворе. И кому что попадется. Следующая остановка. Здесь тоже каледующих встречают радушно. Они, в свою очередь, пророчат удачу в нынешнем году. Желают счастья и здоровья хозяевам. А следом приходят еще гости. Жители села Парканы вообще к традициям относятся очень бережно и стараются передавать их из поколения в поколение. Надо детям прививать любовь к своей истории, к истокам. Они этими песнями, на этих песнях узнают какие-то исторические события, какие-то интересные, даже какие-то семейные праздники. Естественно, это очень даже правильно и детям это... Я думаю, детям это интересно. За ночь нужно успеть обойти все село, ведь каждый житель ждет пожеланий на нынешний 2013 год. Я так рада, что наконец наступило 14 января и отметили последний Новый год, праздники закончились и можно смело браться за работу. Да, этот праздник живота длиной в две недели порядком вымотал многих, особенно тех, кто до этого, как говорят, не костюм по фигуре подгонял, а себя под костюм. На диете, то есть сидел. Ну да, голодаешь в месяц, страдаешь, худеешь, а потом, а раз и началось, кушаешь, кушаешь и не можешь остановиться. Думаешь, ну все, последняя ложечка оливье, съедаешь, еще одну закусываешь пирожком, опять страдаешь, но уже не от голода, а от переполненного если вы сорвались на праздники, следующий сюжет для вас. Смотреть на себя в зеркало и постоянно искать изъяны. Не та структура волос, не тот цвет глаз, не та фигура. Затем идти на сложные пластические операции, покупать цветные линзы, изводить себя диетами. И все ради любимого человека или чтобы заткнуть за пояс завистливых подруг. Или просто влезть в платье к новогодним праздникам. Одним словом, не платье под фигуру, а фигуру под платье. Результат ошеломителен, но правда уже после праздников. Словно золушка на один день. В период застолья наша кожа претерпевает ряд изменений. Это связано с тем, что мы чрезмерно употребляем много жирной, соленой пищи, алкоголя и так далее. При переедании чрезмерно жирной пищи у людей с жирным типом кожи часто появляется высыпание в виде прыщей, угрей, а также может обостриться угревая болезнь. Если переедание страдает наш организм, то, естественно, волосы – это часть нашего организма. Волосы становятся туслые, ломкие, сухие. Но ведь все такое вкусное, и я так старалась, готовила, ночь не спала. Соленые, копченые, острые блюда вызывают потребность больше пить. Пища при употреблении ее совместно с большим количеством жидкости, недостаточно переварившись, вместе с водой быстро покидает желудок. В кишечнике начинается и усиливается процесс выражения, гниения, что вызывает вздутие желудка, боли, кирпоз, стопы. Что же делать? Как вернуть все то, над чем так долго работали? Красоту и здоровье? Ответ есть. Как правило, необходимо принять антипостаминные средства. В косметическом кабинете мы можем снять эти симптомы непосредственно с лица различными сериями для чувствительной кожи. В этот период времени лучше всего применять просто успокаивающие масочки без одушек, каких-то либо красителей. Различные аппаратные процедуры не рекомендуются. Конечно, начинать нужно с легких упражнений. Ходьба от получаса до пяти десяти минут. Также можно подключать какие-то физические упражнения на пресс, на мышцы нижних и верхних конечностей. Кроме этого, обязательно устраивать разгрузочные дни. А чтобы вернуть былой блеск волосам, парикмахеры советуют лечение в виде кератиновых масок или ламинирования. Многие говорят, что после встречи старого нового года весна как будто уже на пороге стоит. Легче ожидания тепла. Интересно, ранее в этом году будет весна или нет? Ну, по народной примете, знаю только одно. Сегодня можно определить, какой будет урожай. Так вот, если морозно и снежно, быть хорошим урожаю. А в югах, кстати, к большому урожаю орехов. Ну да, красный огонь в печи к морозу, белый кот тепли. Не верю я как-то во все эти приметы. Тем более, что перемена климата на планете факт доказан, и приметы вряд ли работают сегодня. Другое дело, прогнозы ученых. А как специалисты узнают, какая погода нас ожидает в следующем сюжете. Ничего не понимаю. Как только люди определяли при помощи пальца скорость и направление ветра? Что происходило потом? И вообще, под силу ли человеку контролировать природу? К сожалению, информация о самых первых наблюдениях не сохранилась. Но если изучить летописи, исторические свидетельства, саги, книги и легенды, то можно составить представление о климате прошлого. Например, в книге Гомера «Одиссея» говорится «При Черноморье страна, окутанная мглою и тучами». Позднее профессор Мультановский пришел к выводу о похолодании в том районе около тысячи лет назад до нашей эры. Со временем еще появление с собой человека его всегда интересовала погода и климат. Потому что именно от погоды и климата зависела его жизнь, зависело его выживание. Поэтому сколько человек существует, он столько и наблюдает за погодой. Еще не одно столетие прошло, прежде чем появились первые метеорологические приборы, которые позволили наладить систематические наблюдения за погодой. Этот период синоптики обычно называют досиноптическим. Метеорология это тоже одна из самых древнейших профессий. Однако говорить о инструментальных наблюдениях можно только лишь начиная со второй половины 17 века. Когда появился термометр, когда появился барометр, тогда стало возможным уже ввести основные вот, как-то вот выделять температуру, изменение, давление. Первая сеть метеорологических станций была создана в Италии сразу после изобретения артутного барометра в 1654 году. В России первые регулярные инструментальные метеорологические наблюдения были начаты в Петербурге в 1725 году по инициативе Петра I. В нашем же регионе первая метеорологическая станция появилась в Тирасполе ровно 115 лет назад в районе Бородинки. Есть даже описание о том, что возле лазарета измерялась температура воздуха, измерялись осадки. Затем был перенос метеорологической станции на территорию вот где-то за стеклотарный завод по ту сторону железной дороги, то есть в районе Кировского поселка. И тоже велись наблюдения за температурой, за осадками. Сейчас погоду отслеживают по 50 показателям, то есть это и температура воздуха, и количество осадков. Также ведутся наблюдения из-за дальностью видимости, из-за состоянием поверхности почвы. Кроме этого, здесь регулярно исследуют снег, фотографируют его и определяют, сколько он содержит влаги. Сейчас на территории Приднестровья четыре метеорологические станции, это Каменка, Рыбница, Дубасар и Террасполь, а также 14 гидропостов, которые также в большей своей части ведут наблюдения, ведут еще и метеорологические наблюдения за осадками и производят снегосъемки. То есть у нас довольно обширная сеть, одна из самых развитых в Европе. Здесь работают по времени Гринвича, каждый час фиксируют все возможные явления погоды. Причем интересно то, что в одно и то же время все синоптики выполняют одинаковую работу, а потом передают зашифрованную информацию на другие метеорологические станции. Добрый день, 419 96 513 01 А для того, чтобы все данные были точны, здесь работает столько приборов, что на первый взгляд даже запутаться можно. Чашечный ртутный барометр, его предназначение это определение атмосферного давления на уровне станции. А для того, чтобы зашифровать и передать в Москву и дальше, это давление приводится к уровню моря, потому что на каждой станции свое давление. А этот неприглядный шкафчик барограф, он фиксирует и записывает изменения атмосферного давления на уровне станции. По этой линии видно, что происходит с давлением, оно остается на одном уровне, понижается или повышается и на сколько. А для того, чтобы определить направление и скорость ветра, раньше использовали флюгер, сейчас перешли на амерорумбометры, то есть это датчик, по которому метеоролог может отследить, что происходит на площадке каждую секунду. На данный момент можно посмотреть, что у нас скорость ветра очень небольшая, порывы всего 1,3 метра в секунду, то есть почти штиль, направление переменчивое. Также здесь можно измерять и с упреждением, 2,2-10 минут, можно мгновенно посмотреть скорость, то есть на данный момент 1 метр в секунду всего получается. Рядом с одним амерорумбометром стоит еще один запасной и несмотря на то, что они разные, показания у них одинаковые. А вот эти два прибора ИВО и ЭВО нужны для того, чтобы определить высоту нижнего яруса облака. Эти данные используют в авиации. Здесь еще много приборов для того, чтобы измерять температуру почвы и ее глубины и многое другое. Конечно, нельзя сказать, что мы теперь можем управлять природой, но предсказывать ее нам все же под силу. У нас только середина зимы, морозы, а в Индии уже празднуют ее окончание. И как празднуют, пока мы тут снежинками любуемся и замерзшими птицами в небе. Там проходит ежегодный фестиваль бумажных змеев. Их запускают высоко-высоко, как символ приближающейся весны и пробуждение. Было бы очень символично в год змеи побывать на отчествовании воздушных змеев. Не успеем. Праздник сегодня, а вот посмотреть сюжет можем. Смотрим тогда. Международный фестиваль бумажных змеев в Индии. Каждый год он проходит в 10-х числах января и заканчивается 14-го в городе Ахмедабад. Фестиваль совпадает с традиционными праздниками окончания зимы, когда солнце начинает движение на север. Самое лучшее время солнце и парящих фантастических существ. На фестиваль съезжаются энтузиасты не только со всей Индии, но и из других стран. Столица праздника Ахмедабад самый большой город западного индийского штата Гуджарат. Змеев запускают не только здесь, но и во всех крупных городах штата. Однако именно Ахмедабад главный город фестиваля, потому что именно отсюда пошла традиция праздновать солнцестояние. На фестиваль собираются любители и профессионалы. К нему готовится целый год и каждый раз стараются перещеголять друг друга в фантастичности змеев. Змееводы бывают и совсем юными и очень пожилыми. Для зрителя устраивают специальные трибуны. Те, кому не хватило места, располагаются на крышах. Посетителям в фестивале предлагается огромный выбор змеев, но желающие могут научиться и делать их самостоятельно. Всего змеиной индустрии Индии задействовано около 30 тысяч человек. Особой красочностью отвечаются ночные полеты. Целые границы связанных между собой подсвеченных змеев прорезают небо. А в последний день проходит еще одно традиционное шоу «Бои змеев». Участники соревнуются в скорости и коварстве. Основная задача ниткой своего змея перерезать нитку соперника и повергнуть вражеского змея на землю. Считается, что этот день приносит благословение людям на успешную духовную и мирскую жизнь. Поэтому фестиваль бумажных змеев абсолютно не случайно стал популярным и сегодня проводится не только в Индии, но и в других странах. Такая красота привлекает внимание любителей этого увлекательного искусства и обычный зевак. Согласно новой народной примете, как закончишь встречать Новый год, так весь его и проведешь. Кто не успел хорошо встретить оба праздника, не отчаивайтесь. Скоро Новый год по восточному календарю. А мы желаем вам только хороших эмоций и позитивных новостей. Оставайтесь на Первом Приднестровском, впереди еще много интересного. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!